Если меня хорошо слышно, видно, и если вы хорошо видите слайды нашего сегодняшнего вебинара, то есть прошу вас проявить активность и немножко потренировать пальцы. Почему настаиваю на этом сегодня? Потому что целый ряд мероприятий, которые у нас прошли, часто были нарекания касаемо микрофона. В первую очередь меня интересует, нормально меня слышно и нет ли каких-то посторонних звуков, скажем так, и хорошо ли работает микрофон. Еще было бы здорово, если бы вы написали у нас в чате те города и страны, из которых вы сегодня присутствуете на вашем мероприятии. Буду вам за это благодарен. И о чем у нас с вами пойдет речь? Речь у нас с вами пойдет сначала немножко мы поговорим о транспортной проблеме, о проблемах, точнее, которые существуют в нашей жизни на сегодняшний день. Мы поговорим о технологии под названием SkyWay, успехах ее развития, технологии, которые как раз-таки призваны решить те проблемы, которые существуют на сегодняшний день в сфере транспорта. И в конце мы поговорим с вами, скажем так, о том, как стать совладельцами данной технологии, как стать инвестором нашего проекта, ну и что это вам может дать в итоге, если вы еще успеете стать совладельцами технологии под названием SkyWay, что в переводе с английского языка называется небесной дороги, либо небесный путь. Мы это называем небесной дороги Юницкого, потому что Анатолий Дарвич Юницкий – это генеральный конструктор технологии под названием SkyWay. Что хотелось бы еще отметить, буквально два-три слова, для кого может быть интересен данный вебинар. В первую очередь для тех людей, которые давно задумывались о том, чтобы создать себе источник пассивного дохода. Те, кто не безразличны теме инвестиций, те, кто хотел создать свой собственный бизнес. Для тех людей, которые не безразличны к проблемам экологии и окружающей среды. Для тех, кто хотел бы значительно улучшить финансовую составляющую собственной жизни и обеспечить эту составляющую в отличном состоянии для своих детей и внуков. В первую очередь для этих людей. Сразу же хочу сказать следующее. То есть постараюсь дать информацию кратко, сжато. Прошу вас отложить какие-нибудь, скажем, вещи, которые могут вас отвлечь от данной информации. И просьба такая. Если у вас будут возникать какие бы то ни было вопросы, я знаю, что мы сегодня транслируем по нему еще комнаты, чем в Мирополис, да, и еще в соцсетях. Просьба задавать вопросы уже, наверное, в тот момент, когда это нужно будет делать. У нас в конце будет, наверное, для этого специально выделено время. А так по ходу просто, когда вы задаете вопросы, либо какие-то комментарии и возражения пишете, да, это просто отвлекает спикера. Поэтому буду вам благодарен, если вопросы зададите в конце. Итак, друзья. Как я сказал, это транспорт, технология Skyway. И потом уже мы затронем непосредственно тему инвестиций в данную технологию. То есть, что вы можете, какую выгоду вы можете получить, ставь участниками проекта компании Skyway Capital. Итак, друзья, мы с вами знаем, что в нашей с вами жизни на сегодняшний день существует и активно используются человечеством четыре транспортные системы под таким названием, как автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и водный транспорт. Водный транспорт – это тот транспорт, который известен людям не одну тысячу лет, а все остальные три транспортные системы известны человечеству уже более ста лет каждый. У них у всех есть преимущества по отношению друг к другу, у них у всех есть свои какие-то достоинства, потому что они позволяют нам перемещаться по поверхности нашей с вами планеты. Ну и, конечно же, у них есть огромное количество недостатков, и мы не будем разбирать здесь все, потому что их очень много, и о проблемах, скажем так, человеческой жизни, которые появляются в связи с использованием транспортных систем, можно говорить не один час, а уже было огромное количество передач на телевидении, и есть много, скажем так, различной информации в интернете. Если вы хотите ее найти, то это будет легко сделать, набрав несколько фраз и нажав по кнопке Enter. Основные проблемы, выделенные на нашем слайде, в первую очередь, это экология. Все транспортные системы, которые мы сегодня знаем, в большинстве своем используют двигатели внутреннего сгорания, дизели, то есть в атмосферу выбрасывается огромное количество отравляющих веществ, остатки непереработанного топлива, как воздух, так, скажем так, и водные пространства. Все это впитывается в землю, либо, скажем так, в воды, которые нас с вами окружают. И в итоге все это попадает в человеческий организм. Кстати, огромное количество проблем, связанных со здоровьем, которые мы имеем последние 70-100 лет, это те проблемы, которых еще 150-200 лет назад не было. Потому что та индустрия, которую мы с вами развиваем на сегодняшний день на нашей планете, цивилизация, которую мы сегодня создали, она, по сути дела, нас с вами и губит. Потому что мы получаем отравленную атмосферу, нам с каждым днем становится, скажем так, все проблематично жить на территории крупных мегаполисов, подробная загазованность и так далее, и так далее, и так далее. Второй, наверное, очень важный момент, точнее, очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, в принципе, транспорт создан для того, чтобы, скажем так, мы были более мобильны, да, то есть, чтобы мы быстрее перемещались из точки А в точку Б. Зачастую это удается, скажем так, за пределами крупных городов и мегаполисов. Но мы по-прежнему не можем себя назвать абсолютно мобильными, что, в принципе, доказывает те пробки, которые у нас, например, в Москве и в Подмосковье, каждое утро, каждый вечер, особенно это касаемо, например, пятницы, вот сейчас уже у нас заканчивается зима, люди сейчас все активнее будут двигаться в сторону дачи, которая находится в ближайшем Подмосковье и не в ближайшем Подмосковье, даже в соседних областях. Соответственно, это огромные заторы на дорогах, пробки многочасовые и так далее, и так далее, и так далее. Есть люди, которые, скажем так, испытывают какой-то кайф от того, что они ездят в автомобиле на работу, но зачастую, скажем, это просто может быть престиж, сидя внутри крутого автомобиля, да, 4 часа до работы утром, 4 часа, скажем так, с работы домой и 8 часов на работе. Вот вам 16-часовой трафик в течение, скажем так, каждого дня, и это происходит в огромном количестве городов нашей планеты, не только в Москве. Плюс ко всему, скажем так, вы видите очередь, которая стоит в аэропорту, да, при посадке в самолет, то есть даже тот интернет, который пришел в нашу с вами жизнь, который позволяет нам, не выходя из дома, приобретать какие-то товары, услуги, да, то есть оплачивать, скажем так, кучу платежей, переводить деньги мгновенно с одного счета на другой, вот, он не решает тех проблем, когда мы оплатив, даже купив билет, нам нужно взять просто посадочный талон, нам приходится выстаивать несколько десятков, а порой, скажем так, и больше часа, для того, чтобы подойти к стойке регистрации, отдать свой багаж, забрать посадочный талон и потом еще пройти целый ряд процедур, для того, чтобы сесть в самолет. Хотя вроде бы самолет сегодня самый быстрый для транспорта. Кстати, я коснулся темы информации, темы интернета. Действительно, лет 150-200 скорость перемещения информации, скорость перемещения транспорта были равны. За это время скорость, скажем так, передачи информации, ну, наверное, не то, чтобы даже убежала, да, оторвалась там на целые порядки от скорости транспорта, которую мы сегодня с вами имеем. То есть сегодня за мгновение можно, скажем так, передать сообщение, находясь в Москве, там, в любую точку земного шара, где есть интернет. Новости мы узнаем практически мгновенно. Как я вам сказал, мы практически мгновенно уже сегодня имеем возможность переводить денежные средства. Если раньше, например, или 20-30 назад нужно было пойти куда-нибудь там, оформить быстрый телеграфный перевод, что занимало порой несколько часов, да, и потом еще пока он дойдет до другого города. Сегодня все это быстро. Что касаемо транспорта, этого сказать нельзя. Но по-прежнему мы испытываем проблему, скажем так, как я вам сказал, с перемещениями. Иногда транспорт двигается гораздо медленнее, чем пешеходы. Ну, по крайней мере, у нас в Москве, я знаю, в целом ряде крупных городов. Транспорт по-прежнему не стал комфортным, да, потому что вот опять сегодня вечером я знаю, что буду садиться в метро, которое будет переполнено, потом я доеду, сяду в электричку, дай бог мне получится, скажем так, сесть в вагон, да, и продвинуться немножко в тамбуре. И вот это каждый день. Хотя появляются новые виды транспорта, новые виды трамваев, новые виды автобусов, электробусы и так далее, и так далее, и так далее. Новые виды электричек. Но картина в целом не меняется. Далее. Все транспортные системы, которые мы сегодня с вами имеем, их нельзя назвать абсолютной безопасностью. То есть все они опасны для человеческого здоровья. И как говорит наш генеральный конструктор, то, что автомобиль, созданный для комфорта и для скорости перемещения человека, ежегодно убивает гораздо больше людей, чем оружие, которое создано для убийства автомат Калашникова. Более миллиона человек, в среднем, бывает плюс-минус, да, погибает ежегодно в различных автомобильных авариях и катастрофах. И в десятки раз большее количество людей становятся жертвами этих аварий, инвалидами, получают различные травмы, что сильно влияет на качество их жизни в дальнейшем. Ну и очень важный момент, что любые, скажем так, транспортные услуги, которые мы сегодня с вами употребляем, да, это будь то перевозка пассажиров, будь то перевозка грузов, почему-то, скажем так, год от года, месяц от месяца становятся дороже. И условия, кстати, приобретения каких-либо выгодных там абонементов и так далее, и так далее, они тоже становятся все более жесткие. Буквально недавно, не знаю, может для кого-то это тайно или нет, для меня это стало откровением, буквально неделю назад мне сын говорит, ты покупал абонемент на метро в Москве на 60 поездок? Я говорю, еще нет, но вот у меня, говорит, настанет срок как раз завтра. Он говорит, если раньше на 60 поездок было, по-моему, абонемент, три месяца, по-моему, я мог ездить, да, то есть вот я купил, и эти 60 поездок я должен в течение трех месяцев должен выехать. То сейчас 45 дней. То есть купил вроде по выгодной цене, но не успел их израсходовать, хоп, соответственно, ты немножко с деньгами влетел, а транспортная отрасль, которая называется метро, небольшой сегмент транспорта, ты его уже профинансировал. То есть это то, что мы имеем на сегодняшний день, хотелось бы иметь лучшую, но имеем то, что имеем. Технология, о которой у нас с вами сегодня пойдет речь, она как раз-таки призвана решить, изменить ситуацию кардинальным образом от той, которую мы можем с вами увидеть через 10-15 лет. То есть если мы с вами ничего не изменим, если все оставим так, как есть, да, ситуация, скажем так, с той же экологией ухудшается постепенно, неименоверно, вот, мы не живем у вас с вами возле вулкана, и вулкан сейчас вроде не извергается, но тем не менее с каждым днем, скажем так, воздух не становится чище, а только хуже и хуже, качество питьевой воды тоже ухудшается, и если мы ничего не изменим, если мы по-прежнему будем готовы терять время, терять свои деньги, кстати, да, все больше платить за транспорт, в итоге мы будем терять здоровье, то 10-15 лет, и мы будем с вами ходить в противогазах, дай бог, еще не в изолирующих, да, которые это используют, пожарники и так далее. Это то, к чему мы придем, если мы ничего не поменим. Мы, сотрудники группы компании Skyway, нагло заявляем, что настало время перемен, и настало время изменить что-то в транспортной отрасли, а человек, которого вы сейчас видите на экране, задумывался об этом очень давно, но это он является генеральным конструктором струнного транспорта, он является автором идеи струнных технологий, которые мы сегодня реализуем, и, скажем так, очень близки к тому, чтобы данная технология начала широко использоваться в разных уголках земного шага. Анатолий Андреевич Юницкий родился на территории бывшего Советского Союза в Республике Беларусь, разрабатывает технологию, которая является частью технологии неракетного освоения космоса, начиная с 77-го года, то есть сегодня уже 40 с небольшим лет. Прошло с того момента, когда появились, скажем так, первые идеи реализации данной технологии. Он является членом Федерации космонавтики СССР в конце 80-х годов прошлого, столетия. За время развития своей технологии руководил дважды проектом организации объединенных наций. Три высших образования, которые есть у Анатолия Даровича Юницкого, он сегодня использует в реализации своей технологии. У него более 150 изобретений. 20 монографий, более 200 научных работ. Всю эту информацию и гораздо больше в видеоформате, скажем так, в печатном формате. Формулы различные, которые вы хотите узнать о технологии, вы можете найти на сайте инженера Юницкого, www.yunitsky.com Поначалу на старте, скажем так, реализации технологии под названием струнной технологии и струнный транспорт Юницкого. Анатолий Дарович работал в Советском Союзе и тогда можно было, скажем так, пробив пороги чиновничьих кабинетов, получить финансирование от государства. Но это нельзя сказать, что сильно гладко шло. Потом, скажем так, ситуация изменилась. Появилась частная собственность, появился капитализм на территории бывшего Советского Союза. Но мало что поменялось с точки зрения привлечения денежных средств для того, чтобы можно было, скажем так, взять участок местности, продемонстрировать, что из себя представляют технологии, разработанные Юницким, сертифицировать транспорт и выйти на строительство дорог разных уголок разъемного шахта. Как я сказал, поначалу Анатолий Дарович Юницкий использовал традиционный способ, как это было в Советском Союзе, скажем так, несколько, пару десятилетий после того, как Союза не стало. Это обивание порогов чиновничьих кабинетов целого ряда стран. Это переговоры с людьми в мире бизнеса. Но, по сути дела, ни к чему это так и не привело. Ну, за исключением, скажем так, нескольких лет, когда был построен коллегун в подмосковном городе Азюры. И, скажем так, технология тогда увидела свет, а весь мир узнал о стране транспорта Юницкого. Для чего разрабатывается технология под названием Skyway? Для того, чтобы мы с вами могли жить в таких городах, которые вы сейчас видите на экране. То есть, человек сможет жить на луне природы, то есть, дышать чистым воздухом и иметь в шаговой доступности транспорт, который легко интегрируется в систему линейных городов. Именно так они называются. Транспорт, который сможет значительно дешевле за короткий промежуток времени, потому что он является высокоскоростным. По сути дела, транспорт, который не наносит вреда окружающей среде, потому что в основном речь идет о электродвигателях. Транспорт, который экологически чистый, как я вам сказал, и этот транспорт будет использован в данных городах. Человек сможет в пяти минутах, скажем так, в шаговой доступности проживать и достаточно быстро перемещаться по территории региона, в котором он проживает, либо, скажем так, между областями, даже между странами. Потому что речь идет о транспорте, ну, скажем, в основных транспортных сегментах. Это городской транспорт, пассажирский транспорт, это высокоскоростной междугородный международный транспорт, то есть есть разные концепции развития SkyWay. Это грузовой транспорт SkyWay. То есть во всех направлениях работает группа компаний SkyWay, о которой мы сегодня говорим, да, и концепция использования данного транспорта, вот мы рассмотрим буквально в течение, там, 1-2 минуты, городской транспорт, то есть это технология, она чем интересна, тем, что это технология второго уровня, транспорт будет поднят над землей, не будет пересечения пешеходов и транспортных средств, не будет перекрестков, светофоров. Сами транспортные средства не будут сталкиваться друг с другом, потому что не будет их пересечения. Скорость перемещения данного транспортного средства в городской черте и пригородах от 50 до 150 км в час. Ну и в зависимости от тех транспортных средств, которые будут использованы на линии, провозная способность от 20 тысяч пассажиров до 50 и более тысяч пассажиров в час. Ну это ни много ни мало, скажем так, пропускная способность или провозная способность одной ветки метро. Что очень важно отметить, что строительство данной путевой структуры и использование данного вида транспорта в 20-30 раз дешевле, чем строить метро, которое строится сегодня активно в Московском регионе. Высокоскоростной SkyWay. То есть данный вид транспорта позволит нам перемещаться между такими городами, например, как Москва, Питер, Москва, Казань, Москва, Минск, Москва, Белгород. Среднее застояние там 700-800 км. Ну в среднем за два часа. Потому что скорость данного транспортного средства будет достигать 500 и более км в час. Сегодня уже идет речь. Этот транспорт будет поднят над землей на высоте 6-10 метров. Идеально ровная путевая структура. Высокий уровень безопасности, высокий уровень автоматизации транспортных средств. Отсутствие, скажем так, человеческого фактора. То есть полностью автоматическая система управления и безопасности. И стоимость данной дороги на сегодняшний день на порядке. Порой даже не на один порядок дешевле, чем если мы будем строить с вами автомобильные дороги, высокоскоростные и железные дорожные магистрали. То есть стоимость 1 километра, например, городской трассы может колебаться там от 2 до 5 миллионов долларов за километр в зависимости от сложности рельефа. И там нужно будет вписать эту путевую структуру данного транспорта. Ну скажем так, в идеальных конечно условиях порядка 5-7 миллионов долларов за километр. Высокоскоростная железнодорожная магистраль там это порядка там 50-70 и более миллионов долларов за километр. Вот о чем идет речь. И значительно меньшее количество строительных материалов в разы на порядке на создание строительства путевой структуры, да, и значительно дешевле, скажем так, амортизационные расходы в дальнейшем после строительства данной трассы. Что из себя представляет Транснет, либо технология Skyway, да, то есть когда-то мы долго говорили и показывали даже ролик под названием Транснет, то есть технология, которая впитает все достоинства мировой паутины под названием интернет, который мы сегодня знаем, это же мировая паутина по перемещению грузов и людей. Инновационная путевая структура, как я уже говорил, поднята над землей, причем высота путевой структуры может составлять от неских десятков сантиметров до неских десятков, а даже сотен метров, да. Это инновационный подвижной состав, разработанный собственный подвижной состав и вся инфраструктура, которая связана с перемещениями грузов и людей. То есть это посадочные станции, пересадочные станции зданий вокзалов, это погрузочно-разгрузочный терминал. Все начало двигаться, все, скажем так, заработало в реализации идеи Анатолия Даровича Митского, после того, как коренным образом была, скажем так, изменена форма при привлечении инвестиций для финансирования строительства опытного участка, на котором можно было продемонстрировать, чего из себя представляет технология, сертифицировать технологию и выйти на строительство дорог в разных улаках земного шара. Был разработан 15-этапный план развития и за основу была взята система народного инвестирования, скажем так. То есть в 2014 году, после того, как Анатолий Эдуардович, скажем, намучился хождением по кабинетам чиновников и слыша, скажем так, беспочвенные и неподтвержденные, как оказалось в итоге, обещания бизнесменов, людей, у которых были деньги на то, что они помогут реализовать технологию, было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолий Эдуардовича Митского. И она была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. Было принято решение начать двигаться по схеме народного инвестирования. То есть на сумму интеллектуальной собственности было создано 400 с лишним миллиардов долей. За номинал каждой отдельно взятой доли был взят один доллар США. И людям, проживающим в разных уголках земного шара, было предложено стать совладельцами технологии, инвестировать свои денежные средства в разном размере. То есть кто как мог, у кого, скажем так, все зависело от толщины кошелька, понимания, веры того человека в реализацию данного проекта. Был разработан, как я вам сказал, 15-этапный план. Каждый этап из себя представляет необходимое количество работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы реализовать технологию. Цель создания опытного производства, создания, скажем так, тестового полигона, тогда мы говорили, строительства трасс Skyway во всех сегментах. Это городской транспорт, высокоскоростной транспорт, грузовой транспорт. Сертификация данных транспортных систем, путевой структуры и выход на строительство дорог в разных уголовных блокадземного шара, то есть там, где данные технологии будут востребованы. То есть вот эти 15 этапов, как говорит Анатолий Дарчуниц, вектор нашего развития. Самый, конечно, высокий дисконт, а дисконт это, скажем так, основная составляющая, то есть на что ориентируются наши инвесторы, это уровень доходности, либо отличие номинальной стоимости доли, которая взята один доллар, от той стоимости, которая, скажем так, была определена на каждом этапе развития компании. Самый большой дисконт был, конечно, в самом начале. Проект был самый, что ни на есть, вечерный, высоко рискованный, да. Были уверенные слова Яницкого, да, были там документы, были, скажем так, подтверждения, что технология реально существует в соответствии с теми заключениями, которые давал целый ряд институтов, имеющих прямое отношение транспорта во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Я говорил, да, была такая веха в развитии истории струнного транспорта Веницкого, это с 2001 по 2009 год, вот. И началось движение привлечения денежных средств, то есть люди стали инвесторами нашего проекта, стали, скажем так, владельцами какого-то количества долей, в компанию стали приходить денежные средства, и началось развитие технологий. Что хотелось бы отметить, первые инвестиции в проект пришли в январе 2014 года. Сегодня мы находимся на 13 этапе развития, как я вам сказал, всего их 15. И предусмотрено 15 этапов, в течение которых любой человек может стать совладельцем технологии с целью в дальнейшем получать доход от реализации технологий в разных окраинах на УШ. В инвестиционном меморандуме компании у нас есть положение, по которому не менее 20% от прибыли, которую потенциально может получить компания, будет получать, будет распределяться между теми, кто стал совладельцем долей на ранних этапах развития технологий. Итак, первый этап начался в январе 2014 года, сегодня мы находимся на 13 этапе развития. В мае 2014 года единственным сотрудником нашего научно-производственного предприятия или конструкторского бюро был Анатолий Дарыч-Уницкий, генеральный конструктор технологий. Как я сказал, появилось сначала несколько десятков человек, потом несколько сотен человек, сегодня много тысяч людей в разных окраинах земного шара стали совладельцы недавно технологий. И благодаря денежным средствам, которые пришли в реализацию нашего проекта, в реализацию технологий, в 2015 году у нас началось строительство на территории, сегодня это называется Экотехнопарк. Это недалеко от города Марина-Горка, Минская область, Пуховичский район. В июне 2015 года мы получили долгосрочную аренду участок земли площадью 36 гектар на территории бывшего танкового полигона. В июле месяце были проведены первые работы, изыскательские работы на территории Экотехнопарка. В августе началось активное строительство Экотехнопарка. Цель это строительство собственного, скажем так, центра Skyway, которому продемонстрировано несколько трасс, сертифицированный транспорт и выход на строительство дорог в разных городах Владимировича. С этого момента проделан огромный объем работы в направлении защиты интеллектуальной собственности, получения различных патентов и сертификатов. На сегодняшний день порядка восьми десятков патентов и сертификатов целого ряда регионов мира. Есть патенты и сертификаты выданы в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Австралии, в Евросоюзе, в Японии, в Китае и еще в целом ряде стран мира. Далее. За время, начиная с сентября 2016 года, хотя было там еще одно крупное мероприятие до того, да, в 2014 году в конце, было проведено порядка 20 на сегодняшний день крупных транспортных форумах и выставок, в которых приняло участие технологии Skyway, специалисты нашей компании. Активно это началось, как я вам сказал, в сентябре 2016 года. Первое мероприятие, которое, скажем так, открыло двери перед технологией Skyway, было мероприятие под названием Иннотранс. Это крупный транспортный форум, на который, скажем так, крупные игроки транспортного рынка представляют свои инновационные разработки окружающему миру, да, свои ноу-хау и так далее. Так вот, в сентябрь месяц, после того, как технология была признана Минтрансом Российской Федерации, мы получили приглашение принять участие в этой выставке. Уже было участие в Иннотрансе 2018, не так давно, да. За это время, как я вам сказал, по двух десятков мероприятий крупных. Транспорт России 2016-2017, Белорусская транспортная неделя 2016-2017, Ревелотех Индонезия 2017-2018 год, Smart City Индия 2017 год, Фьючер Сити Шоу 2018 год, очень важное мероприятие, после которого, скажем так, мы получили очередной толчок активный, да, развитие нашей технологии, и мы сегодня, скажем так, очень рады тому, что и приняли участие в форуме, ну и, конечно же, огромный объем и пласт работы, который был проведен до того, привел нас к тому, что помимо того, что мы построили полигон в Подминском, да, Экотехнопарке, где у нас есть сегодня, что показать, есть чем похвастать, да, есть, что продемонстрировать миру. Мы сегодня приступили к строительству инновационного центра Скайвера на территории Одинных Арабских Эмиратов. Итак, выставки. Далее. Конечно же, очень важно отметить вклад производственников, да, которые сегодня работают на территории производственных площадей, находящихся в Республике Беларусь. Вот это целый ряд КБ, это собственное, скажем так, производство, которое находится, ну, в промышленном районе города Минска. Это собственный офис четырехэтажный, который был приобретен не так давно, в конце 17-го года, недалеко от метротракторного завода. И буквально 10 дней назад вышло новое, что расширяется, скажем так, территория нашего предприятия, арендованное еще помещение в одном из новых бизнес-центров города Минска, возле государственной библиотеки. Те, кто был в Минске, знают, да, как красиво выглядит здание. То есть это одно из чудес света, можно сказать. Итак, у наших производств есть целый ряд собственных успехов, целая линейка двигателей мотор-колесо, собственной разработки, да. На сегодняшний день уже создано несколько транспортных средств, целый ряд из которых прошли сертификацию. Плюс ко всему на производстве SkyWay сегодня используются новейшие оборудования, используются, скажем так, новейшие программные обеспечения индустрии 4.0, так называемая, да, 3D Experience, компания DASO System. Помимо всего прочего, помимо выставок, помимо того, что у нас реально сегодня чуть ли не в три смены трудятся, скажем так, люди на производстве, да, огромный объем работы еще был проделан на целом ряде мероприятий в разных блоках земного шара, где сотрудники предприятия струнные технологии, находящиеся в Республике Беларусь, принимали участие, знакомили те, кто был на разных форумах с технологией SkyWay. Это же, конечно, еще стоит отметить отдельно факт, огромное количество международных делегаций, как, скажем так, мира транспорта, мира науки, просто административных различных уровней приезжали на территорию Экотехнопарка, посещали наши КБ в Республике Беларусь. Кстати, большой вклад в это, чтобы приезжали эти делегации, как раз-таки внесла работу, связанную с представлением технологий на целом ряде крупных форумов, посвященных миру транспорта, где мы представляли наши технологии. Вы видите, здесь на слайде Анатолия Дарышев-Нинского, который получил возможность встретиться с одним из духовных лидеров планеты в мае месяце 2017 года. Это было после мероприятия Smart City в Индии. То есть огромный объем работы проделан, технологии сегодня узнаваемы. О нас очень много пишут, нагло заявляю тогда, потому что я помню, 15-й год, помню, начало 16-го года, когда мы радовались какой бы то ни было положительной новости, пусть самым маленьким какому-нибудь тиражом, какому-нибудь самым маленьким издательстве. Сегодня о нас пишут и крупные интернет-порталы, о нас говорят на телевизионных каналах, о нас говорят о радиостанциях. И большинство отзывов, которые есть, кстати, в средствах массовой информации, сегодня положили. Весь 14-15 год мы сталкивались, если о нас писали, то что-то такое, что вы непонятно чем занимаетесь, у вас ничего нет, что вы там обманываете людей и так далее. Вы видите небольшой перечень средств массовой информации, которые писали о технологии SkyWay и писали о них положительные ключи. Да буквально на прошлой неделе, в конце, то есть инвестиционные порталы, такие как InvestTalk, InVenture написали об успехах развития технологии в целом и в привязке к обмененным арабским эмиратам. Хоть там в одной статье тоже сквозит небольшие сомнения и так далее, но тем не менее говорят, что есть, то есть, отнять нельзя. Все, кстати, что на сегодняшний день сделано, это все благодаря энергии людей, которые поверили в развитие технологии, в успех нашего проекта в 2014 году. То есть, вот это вот способ привлечения инвестиций, привлечения, скажем так, финансирования для строительства экотехнопарка, как народное инвестирование, да, у него есть несколько видов там, то есть, можно по-всякому его называть, начиная там от краудфандинга, краудинвестига, краудлендинга, да, то есть, это привлечение денег людей в реализацию какого бы то нижнего не было проекта. Кстати, об этом стали писать много, ну, буквально последний, может быть, год-полтора. Наш проект был запущен в 2014 году. То есть, фактически, можно назвать компанию SkyWay пионером, да, привлечения денежных средств в реализацию тяжелой индустриальной технологии, вот таким способом, как народное инвестирование. Конечно же, компания о своих успехах отчитывается перед своими инвесторами. Большой объем информации у нас выкладывается на сайте, постоянно у нас фактически каждый день выкладываются какие-то новости развития нашей технологии, но и есть у нас раз в год проходят крупные мероприятия под названием Экофест, куда приезжают, как правило, люди, наши инвесторы, убедиться лично, да, чего достиг наш проект в собственном развитии. Если первый Экофестиваль, на котором, ну, у меня на всех трех довелось быть. Мы видели только действительно промежуточные опоры там, да, и у нас только строилась анкерная опора, то на втором мы уже увидели и музей Skyway, звездное небо, да, то есть на котором отражены фамилии имена тех людей, которые стали совладельцами технологий до апреля 2017 года. И транспортные средства, да, которые были показаны в движении, это был 14-местный юнибус, это был двухместный юнибайк и это был Дмитрак. То на третьем Экофестивале, который состоялся в августе 2018 года, уже появилась не одна тысяча людей, которые стали пассажирами струнного транспорта, то есть люди смогли проехать внутри транспортных средств Skyway. И вот все, как я уже говорил, что сегодня делается, а что? Это строительные работы, да, которые продолжаются у нас на территории Экотехнопарка, проходят совершенственные технологии, да, то есть это создание транспортных средств, которые потом обкатываются на территории Экотехнопарка. Это, кстати, и участие в выставках и в крупных транспортных форумах, которые продолжают проходить в разных лугах оземного шара, и те, кто внимательно следит за новостями, буквально не так давно, 7-10 дней назад, да, состоялся крупный форум, всемирный правительственный саммит в Объединенных Арабских Эмиратах, где была представлена и технология Skyway. И было достаточно большое количество новостей о развитии нашей технологии, что она из себя представляет, и было сказано, что Объединенные Арабские Эмираты на следующий год выделили 19% своего бюджета на развитие транспортной отрасли, частью которой является технология Skyway. Потому что сегодня в Эмиратах, в Эмирате Шаржа, в научно-исследовательском и технологическом центре, да, у нас создается инновационный центр Skyway. Строительство уже идет. Это то, что мы сегодня имеем. Мы имеем Экотехнопарк, мы имеем, скажем так, строительство на территории Объединенных Арабских Эмиратов, у нас есть целый ряд транспортных средств, которые уже созданы, и, как говорил генеральный конструктор, и знает большинство наших инвесторов, что целый ряд из этих транспортных средств сертифицирован. Вот на этих двух слайдах вы видели 8 транспортных средств, да. Сейчас создан Unicar в тропическом варианте, который будет использоваться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Он сейчас должен проходить обкатку на территории Экотехнопарка в Беларуси, и, как говорил Анатолий Дорченицкий, Каприлл его отправит на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, чтобы где-то подытожить, да, то, о чем я говорил, кратко. Мы имеем Экотехнопарк, мы никого не уговариваем, мы, скажем так, не пытаемся переубеждать тех, кого переубедить невозможно. Мы просто сейчас говорим будем, приезжайте на территорию Республики Беларусь, приезжайте в Экотехнопарк и увидите все своими глазами. То, чего мы на сегодняшний день добились, с чем мы на сегодня пришли. А чтобы вы имели представление, да, что из себя представляет технология SkyWay, что из себя представляет путевая структура, какие основные преимущества данной технологии по отношению к другим транспортным системам, я вам сейчас хочу включить ролик, достаточно короткий, который рассказывает о нашей с вами технологии, о ее преимуществах, о том, чего мы достигли. И в этом ролике, что мне особенно приятно, да, фактически 90 процентов видеоряда о транспортных средствах, это реальные транспортные средства. И так как это было 2-3 года назад, где была основная анимация, это реальные транспортные средства, которые созданы в нашем предприятии, которые, скажем так, демонстрируют успехи развития технологий. Итак, друзья, оставлено на 10 минут. Дальше мы с вами поговорим об инвестициях и инновациях, что вместе может случиться. Чуть-чуть буквально истории и потом об инвестиционной возможности, которые сегодня имеет любой человек, если он становится партнером проекта компании Skyway Capital. Итак, привет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее развитие тех же самых железных дорог То есть мы говорим о железных дорогах часто Потому что все-таки мы имеем рельсовый транспорт Потому что у нас есть трюнный рельс По которому качество стальное колесо То кто увидел перспективу развития Пассажирского сегмента железных дорог Они сегодня тоже являются миллионерами Дети стали точнее миллионерами, миллиардерами И так далее Потому что поначалу железные дороги Они задумывались как транспорт для перемещения Ну в первую очередь секучих грузов Это может быть уголь там и так далее Руда какая бы то ни было Сегодня мы с вами знаем, что перемещается По территории нашей планеты Огромное количество достаточно комфортных поездов Ну вот вы видите здесь например На слайде Сапсан Который у нас бегает между Москвой и Питером Скорость данного транспортного средства Может составлять порядка 350 км в час Ну есть пара участков Где он разгоняется до 200 с небольшим Почему? Потому что путевая структура Которая есть у нас здесь в России Она не позволяет использовать Весь потенциал данного транспортного средства То есть он разгонится быстрее Вся путевая структура разлетится в древесину Далее Пример союза инноваций и инвестиций Это история Карла Бенса То есть Человек, который изобрел двигатель внутреннего сгорания На тот момент был практически банкротом Хорошо, что нашлись люди Которые профинансировали это изобретение Сегодня по миру ездит огромное количество Хороших автомобилей под названием Мерседес Бенса История развития авиации Братья Рая, те, кто первым запустили параплан Воздух, который пролетел на несколько десятков метров на землю Будучи тяжелее воздуха Но саму технологию на тот момент Развил господин Боинг И сегодня большая часть рынка авиации Находится под данной корпорацией И потомки Боинга, как я вам говорил Чувствуют себя прекрасно Компания Струнной Технологии Компания, группа компании Skyway Как я вам сказал, вы слушали вебинар сегодня Развивается очень быстро Развивается динамично И что очень важно отметить Что наше предприятие, которое находится в Республике Беларусь Развивается в правовом поле государства В котором мы имеем производственные площади И где мы сегодня реализуем технологии То есть у нас есть полный набор Разрешительных документов на ведение работ Начиная от проектирования трасс Заканчивая строительство дороги Это на территории Республики Беларусь Компания стала членом союза Строителей Республики Беларусь Компания стала членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь в 2017 году Это ответ, кстати, тем троллям Людям, которые пытаются изобразить из себя Разобравшихся во всем Которые кричат, что это, скажем так Заэвалирована финансовая пирамида Но финансовая пирамида не становится членами Торгово-промышленных палат Какого бы то ни было государства Услышьте меня сейчас, потому что я знаю Что есть много разной информации Ни одно ТПП не делает членом, скажем Торгово-промышленной палаты Какую бы то ни было финансовую пирамиду Мы имеем реальное производство Мы имеем реальные результаты У нас на сегодняшний день Порядка 800 с лишним сотрудников Предприятий, которые работают в Республике Беларусь Из них, скажем так, около семи сотен инженеров Технических сотрудников, конструкторов и так далее На сегодняшний день Компания Skyway Capital, если говорить о ней 210 стран и территорий С которых люди стали совладельцами данной технологии Приобретя себе любые инвестиционные пакеты Которые есть внутри нашего личного кабинета То есть это то, что мы имеем на сегодняшний день И, скажем так, утверждать, что этого все нет Но по меньшей мере, скажем, несерьезно, либо глупо И вот та информация, которая была вам дана На протяжении 40 минут Это, по сути дела, возможность Которая может изменить круто Вашу собственную жизнь Либо жизнь людей, которые вас окружают То есть реально данная технология Которая сегодня входит в нашу с вами жизнь Достаточно быстро может Как я уже говорил, в финансовом плане Значительно улучшить состояние вашей жизни Сделать вас в итоге финансово независимым И прийти к тому состоянию Которое любят описывать многие миллионеры Либо люди, которые достигли успеха в этой жизни Когда ты просыпаешься утром И делаешь только то, что тебе нравится Делаешь это с удовольствием И, соответственно, плоды того труда Который ты прикладываешь каждый день Они намного лучше, чем те, которые ты делаешь Из-под палки, приходя на работу Скажем так, отбывая номер Ради того, чтобы не умереть голову Итак, друзья, мы имеем собственный Тестовый участок, полигон, как мы раньше говорили Сегодня ТЭКО-технопарк в Республике Белоруссия Мы сегодня строим все Угненных Арабских Эмиратов То есть мы сегодня, как никогда, близки К тому, чтобы технология была реализована И для того, чтобы стать частью нашего проекта Стать частью совладельцем Точнее, стать совладельцем технологии Которую мы с вами говорили на протяжении сегодняшнего вебинара Достаточно сделать очень простой шаг Зайти на сайт компании Skyway Capital И зарегистрироваться на нашей платформе То есть, по сути дела, Skyway Capital Это инвестиционная площадка Благодаря которой вы можете зарегистрироваться Узнать подробную информацию о том, что из себя представляет технологию Что у нас за проект Узнать способы, какими вы можете инвестировать в нашу технологию Узнать способы и возможности Благодаря каким платежным системам вы можете, скажем так, осуществить платеж И приобрести себе какой-либо из пакетов долин То есть, весь необходимый объем информации Находится внутри личного кабинета Инвестора компании Skyway Capital Что хотелось бы отметить Как я вам говорил, что мы сегодня находимся уже на 13 этапе развития И с началом 13 этапа руководством компании Руководством проекта было принято решение В течение одного этапа Осуществить несколько подэтапов развития И на каждом из подэтапов плавно изменять дисконт Уровень вашей доходности Я уже говорю, что такое дисконт Это во сколько раз текущая стоимость долей Ниже, чем номинал За номинал, как я вам говорил Был взят в конце 13-го, начале 14-го года Одна доля, один доллар США И мы уже очень близки к тому, чтобы, скажем так Выйти на уровень, когда одна доля будет стоить один доллар США Сегодня уровень доходности по пакетам Либо дисконт составляет у нас от 1 к 15 На минимальном пакете До 1 к 65 на максимальном пакете стоимости Пакеты внутри нашего личного кабинета, скажем так Есть самые разнообразные, как я уже говорил На любую толщину кошелька На любую возможность человека То есть вы можете проинвестировать минимальную стоимость У нас пакет 15 долларов И уровень доходности, либо дисконт по нему 15 раз То есть вы приобретете 225 долей Так поступают у нас в основном те, у кого денег нет вообще Либо те люди, которые пришли присмотреться Я проверю, я вложу 15 долларов, мне не жалко А дальше будет видно У нас огромное количество людей, которые приобрели данные пакеты И в дальнейшем уже стали, скажем так, делать более крупные инвестиции Мало того, стали создавать свой собственный бизнес Какое вам сейчас еще буквально два слова об этом скажу У нас помимо того, что есть возможности на разную толщину кошелька У нас еще есть различные инвестиционные стратегии Которые вы можете применить для развития вместе с нами в проекте компании Skyway Capital То есть у нас есть разовые пакеты У нас есть специальные предложения, например, пакеты на транс Где вы можете, скажем так, частями выкупать пакеты долей То есть делать первый платеж Тысячу долларов, у вас будет один дисконт Каждый последующий платеж, второй и третий Это увеличение дисконта, увеличение количества долей Если вы будете делать последующие платежи, четвертый, пятый и так далее То у вас будет по максимальному дисконту, который есть в пакете и на транс У нас есть пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку То есть вы можете спланировать заранее на 10 месяцев вперед Инвестировать небольшими суммами, в итоге приобрести солидные пакеты долей компании Skyway Capital У нас есть пакеты в рассрочку на несовершеннолетних детей То есть все это есть внутри личного кабинета компании Skyway Capital Еще одним инновационным инструментом развития нашего проекта По имени собственной технологии является партнерская программа Программа лояльности, которая есть в компании Skyway Capital У нас любой человек может подписать партнерское соглашение Причем он при этом еще даже не сделав инвестиции Имеет возможность получать начисление на бонусный счет Единственное, что приходится делать этим людям Если они хотят активно развиваться, скажем так, по партнерской программе Это знакомить окружение, собственно, с той возможностью Которую предлагает проект компании Skyway Capital Вы можете это делать посредством живого общения Вы можете это делать в интернете Важно понимать следующее Что если по вашей рекомендации кто-то зарегистрируется А после подписания партнерского договора у вас будет реферальная ссылка То любую сумму, которую инвестирует данный человек 15% вы от этой суммы получите У нас всего 6 квалификационных уровней в партнерской программе Минимальный из них партнер, как я вам говорил Чтобы стать партнером, даже не обязательно Самому сначала выкупать какой-либо из пакетов долей Вы можете накопить необходимое количество денежных средств на бонусном счете За проделанную работу, купить себе пакеты В дальнейшем и выводить денежные средства Если вам это необходимо, заработанные деньги И увеличивать инвестиционный портфель внутри нашего проекта То есть увеличивать количество долей На которые в будущем будут распределяться те самые дивиденды То есть чем большее количество у вас долей Соответственно тем больше денег и дивидендов будет вам приходить Как я вам сказал, квалификации всего 6 У нас накопительный маркетинг план Вы можете разным темпом продвигаться по партнерской программе И двигаться в одностороннем порядке вверх по конверной лестнице Как я говорю, кто-то бежит, кто-то ползет, кто-то едет на эскалаторе По сути дела, все премудрости маркетинга плана Они у нас продемонстрированы в данной таблице Но вы легко можете ознакомиться с маркетингом Если вы зарегистрируетесь, зайдете в раздел личного кабинета партнерам И первое, что вы видите, это наша партнерская программа Где по каждому уровню партнерки Нажимая там партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, ток-эксперт Вы можете прочитать, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить эту квалификацию И какие проценты вы будете получать Важно понимать следующее, что, еще раз хочу сказать, маркетинг накопительный Вы здесь ничего не можете потерять Вас никто не может обогнать Есть недостатки развития целого ряда компаний Точнее, не все хорошие, но маркетинг планы разные Есть огромное количество проектов, в которых вы просто можете, скажем так, недополучать вознаграждение Ввиду того, что у вас тот обогнал в квалификации и так далее У нас такое невозможно То количество уровней, которое вам будет в соответствии с партнерской программой доступно С того количества уровней вы будете получать соответствующий процент Вот и все Что хотелось бы еще сказать То, что важно, наверное, по отличиям партнерской программы компании Skyway Crypto Помимо того, что сейчас у нас прописано на слайде Проценты, которые вы получаете, глубина и так далее То, что у нас маркетинг план относится практически к маркетинг планам на верных выбор Что-то создалось в вашей партнерской структуре в каком-то уровне выбины, который вам доступен Вам практически сразу начинаются денежные средства на бонусный счет Итак, друзья, мы находимся на тринадцатом этапе развития У нас сегодня лучшие условия, которые есть для возможности инвестирования в проект Лучше уже не будет Потому что дальше мы перейдем на третий подэтап В рамках тринадцатого этапа Дисконт изменится Соответственно, сейчас самое время Самому принять решение Если вы еще такого не приняли Приобрести себе какой-либо из пакетов долей Ну, наверное, рассказать как можно большему количеству людей От данной возможности Предоставить им возможность стать совладельцами технологии Начать зарабатывать деньги сейчас Что, кстати, благодаря партнерской программе Вы можете построить крупный международный бизнес Что уже случилось с ни одной сотней, ни одной тысячей людей В развитии нашего проекта Финансирование, развитие эко-технопарка Привлечение денежных средств на развитие технологий Тот самый ранний этап, он подходит к концу То есть мы на тринадцатом этапе Тут написано 73%, сегодня, наверное, уже процентов 80, может быть, более Денежных средств, которые необходимы для реализации нашего проекта Привлечены в проект компании Skyway Поэтому решать вам Принимать решения тоже вам Сегодня мы живем, скажем так В интернет-пространстве многие, да Сегодня огромное количество предложений По поводу, скажем, предложений Собственных физических усилий Моральных, духовных и денежных У вас есть варианты, скажем так Инвестиции в различные проекты Вы можете сегодня инвестировать в недвижимость Кстати, не выходя из дома, да Позволяясь сегодня в различные проекты Это все делать, проверять, оформлять Но для этого нужны очень крупные деньги Вы можете инвестировать в золото, которое там за последние годы За последние полгода выросло в цене Но купить одну монету золотую То есть, опять же, если серьезно работать на рынке Драгметаллов, нужно тоже иметь очень большие денежные суммы Вы можете попробовать создать свой собственный бизнес Что потребует от вас огромного количества энергии Опять же, вливания огромного количества денежных средств Либо вы можете разобраться сегодня В проекте компании Skyway Capital Почитать, что это вам дает К чему вы можете прийти А ни много ни мало Вы сегодня, благодаря нашей компании Можете развить свой собственный бизнес По партнерской программе Раз вы можете стать совладельцами Чем больше у вас пакет долей К моменту, скажем так, прекращения Привлечения инвестиций И к моменту получения прибыли компании По тем адресным проектам Которые сегодня рождаются как грибы И, как говорил Анатолий Дарчевницкий На территории Аблиных Арабских Эмиратов У нас не один проект Который будет запущен в ближайшее время Соответственно, те, кто становится Совладельцами пакетов долей На этапе, когда еще можно стать совладельцами технологии В дальнейшем будут получать Часть прибыли компании Из всех уголков земного шара Где будет использоваться технология Те, кто не успеет это В дальнейшем, возможно, у них будет Вариант, когда они смогут вложиться В какой-то отдельно взятый адресный проект Если он начнет приносить прибыль Оттуда получать свой доход Сегодня же вы можете стать совладельцами технологии В целом Тут и на большую часть, тут и на меньшую Но сделаю еще раз акцент Чем большее количество долей у вас будет На момент распределения дивидендов Распределения прибыли компании Тем больше денег вы получите Итак, друзья, мы с вами пришли К моменту вопросов и ответов Вот сейчас я загляну В чат Наших комнат Которые есть в соцсетях Я думаю, мой партнер Мой коллега по работе сейчас Если там есть какие-то вопросы Передаст Я их озвучу Что у нас с вами есть в чате Мирополиса Вот меня спросили Обязательно ли привлекать людей Вы знаете, не обязательно То есть вас никто не заставляет Становиться партнером Вас никто не заставляет Подписывать, скажем так Это партнерское соглашение Потому что у нас огромное количество людей Которые просто, скажем так Кто-то просто На удачу Уложил какое-то количество денежных средств Порой немало И ждет реализации проекта Кто-то увидел просто возможность Стать действительно совладельцами технологий Которые будут ему приносить серьезные деньги Иногда докупает пакеты Но сам активно Никому об этом не рассказывает И в принципе Заставить его никто не может Вы можете просто рассмотреть Возможность участия в нашем проекте Как инвестор Если вас это устраивает И вот та партнерская программа Которая буквально сказал Там две минуты Действительно с ней можно познакомиться подробно У нас есть видеоролик На нашем канале выложенный Что откуда вам приходит За какие действия И так далее Но никто вас не заставляет Привлекать людей Если вы этого не хотите Чем вы прекрасны Кстати Это три деятельности Неважно Как бы миру MLM Если вы нашли что-то хорошее Чем вы пользуетесь И вам это доставляет удовольствие Но вы никого не хотите Ушатывать Уговаривать И так далее Ради бога Вас никто не будет заставлять Это делать По поводу белой бумаги Вот Татьяна спрашивает Вы знаете Информации у меня нет Я также захожу каждый день На сайт Скажем так SVToken То что я не озвучиваю Действительно В процессе нашего сегодняшнего вебинара То что компания Круппа компаний Skyway Создает свою блокчейн платформу И будет использовать технологию Блокчейна В реализации В целом проекта Skyway Мы поначалу быстро Мы тоже загорелись Много об этом говорили И сейчас мы ждем Новостей непосредственно От нашей компании Где осуществляется разработка Данной блокчейн платформы Так Этих успехов мы добились Не с 14-го А с 15-го И то это было 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 уже очень Я имею в виду Самостроительство Я знаю Татьяна Я знаю Что у нас строительство Началось С июля 15-го года Я это сказал Вот С 14-го года У нас начался Весь проект в целом И кстати То что было проделано За 14-й год Это тоже нельзя отбрасывать Потому что за это время Аккумулировались те средства Которые у нас пошли На развитие Экотехнопарка Вот И были разные истории Положительные И может быть И не очень В 14-м Там В 15-м году Но тем не менее Мы получили Скажем так Собственное распоряжение Участок земли Который сегодня развиваем Вот И действительно Очень важный момент С точки зрения социальной Да Вот там Если вы помните Заявлялось О социальности проекта В целом Для земли Там Что будет Скажем так Открыто огромное количество Рабочих мест Экология будет лучше И в тех странах Где будут Строиться технологии Дороги по технологии Скайве Будут открыты Рабочие места Скажем так Которые квалифицированные Будут получать Зарплату И так далее И так далее Сегодня благодаря Как написал Кстати Господин Кириченко В ответ На целый ряд Толь сообщений Друзья Говорит А что плохого В технологии Скайве Сделанной Для Белоруссии Более 800 человек Получают достойную Зарплату То есть Развивается Производство Развивается Экономика Самой Республики Только Плюс По поводу Видео Да Коллеги Я не знаю То есть Бывают Может быть Кодеки Которые стоят На вашем компьютере Не отреагировали Поэтому Иногда Скажем так Перезагрузка В комнате Позволяла Добиться Того Что У кого-то Становилось Лучше слышно Кому-то Становилось Скажем так Лучше видно Кому-то Приходилось Менять браузер Так Вот вопрос Звучит Да То есть Скинули нам ссылку В техподдержку Где говорится О возможном Слиянии России Белоруссии Там Подразумевает Создание Одного Государства Вместо Двух Коллеги Давайте Будем Так Я О политике Я немного Наверное Читаю Даже Слишком Может быть Лучше От этого Уйти То есть Меньше Будет Болеть Голова Меньше Будет Каких Сомнений Переживаний И так Далее Так Пока Этого Не случилось Пока Никто Не знает Как Это Может Произойти Да Потому Что Я Часто Бываю В Белоруссии Вот Я Сам Гражданин России Живу Здесь Подмосковье Супруга У меня Жива В Белоруссии Я Фактически Почти Каждую Неделю Нахожусь Там И Речи Какой-то Конкретно О том Что Скажем Будут Объединяться Два Государства Я Не Слышу Поэтому Давайте Не будем Вот Эти Слухи Муссировать Если Это Вдруг Когда-то Случится Дальше Мы Будем Видеть Что И Как Пока Этого Всего Нет Вот Тот Переживает О том Что Если Вдруг Сольется Скажем Так Россия Белоруссия То Нелюди Из Российской Федерации Помешают Развитию Нашего Проекта Ну Поймите Правильно Давайте Не будем Как бы Так Навешивать Масок Нелюдей Представитель Только России Либо Кому-то Еще Хорошие Плохие Люди Есть Везде Люди Которые Видят Развитие Нашей Технологии Не Видят И Они Есть Как Белоруссия Так И Российской Федерации Поверьте Мне Злопыхателей Хватает Везде Но Есть Огромное Количество Людей Которые Хотели Увидеть Реализацию Данной Технологии Но Даже Находясь На Руководящих Постах Они Просто Не Могут Это Сделать По Ввиду Скажем Так Той Бюрократии Или Скажем Того Меча Который Висит Над Головой Потому Что Никто Не Отменял Ответственность За Нецелевое Использование Скажем Так Денежный Средств Есть Бюджет Который Принимается И К сожалению На Сегодняшний День В бюджете Ни Одного Субъекта Потом Ему Придется За Это Отвечать Даже Если Что Построится Он Может Сесть Такое Бывает Кстати Это Бывало И В Белоруссии Если Начнет Своё Действие Закон Депортации Людей С территории Российской Федерации Будет Катастрофа Вы Знаете Я Не Знаю Что Такое Закон Депортация Людей С территории Российской Федерации Просто Не Могу Понять О чем Идет Речь Да То Есть Вот Я Опять Ж Давайте Так Прежде Чем Озвучивать Информацию И так Далее Надо Разобраться Откуда Растут Ноги И Что Это За Закон А Вообще Если Такой Закон На самом Деле Кто Его Пытается Где-то Пробить Хорошо Давайте Не будем Никого Пугать Я Говорю Что Политика Это Отдельная Тема Для Разговора И Наверное Другие Площадки Существуют Где Об Это Можно Разговаривать Мы Говорим О Технологии Мы Говорим О Транспорте Низков Мы Говорим О Возможности Стать Инвестором Нашего Проекта Политику Давайте Оставим В Сторон Коллеги Есть Еще Какие Вопросы Задавайте Кстати Хочу Скажем Немножко Предвосхитить События Для Тех Кто Проживает На Территории Российской Федерации Мы Скоро По нему Будем Выкладывать Информацию В личный Кабинет То есть Это Обучение Скажем Так Работы С Создание Бизнеса По партнерской Программе Компании Skyway Кэп Системы Дубликации И так Далее Поэтому Следите Из Информации Скоро Будет Новость Скоро Будет Открыта Страница Где Вы Сможете Скажем Так Становиться Участниками Даного Мероприятия Вот Есть еще Мероприятие Которое Организовано В первую очередь Для представителей Балтии Оно будет Проходить У нас Сталина Да Кстати В конце Этой недели Поэтому Если у вас Есть интерес Развиваться Вместе С проектом Следите За новостями Заходите В раздел События И находите Информацию И так Коллеги Я смотрю Что в комнате Мерополис Больше Опросов Нет Давайте Дождемся Я смотрю Все White Paper Татьяна Спросила Когда Будет Готова Наша Блокчейн Платформа У меня Мое Мнение Есть На Эту Тему Почему Это Может Идет Не Так Быстро Не Так Гладко Заметь Какие Колебания С рынком Криптовалюты С рынком ICO И прочее Происходит В последнее Время Вчера Читал РБК Сегодня Читал РБК Говорится Что Огромное Количество Крупных И серьезных Инвесторов С того Рынка Ушла Потому Что Огромное Количество Проектов Которые Обещали Кому То Прибыли И прочее Они Были Фейковые Проекты Чтобы Не Промахнуться Чтобы Все Сделать По Уму Наверное И Ведутся Основательные Работы По Созданию Собственной Блокчейн Платформы Поэтому Рынок Абсолютно Не Изучен То Если Например Мир Внимателей Бизнесменов И так Далее То Рынок Криптовалют Ну Да Биткоин Создали Там В первых Годах Нашего Тысячелетия В десятых Годах Но Тем не менее Рынок Достаточно Молодой Поэтому Посмотрим Не могу Сказать Эльдар По поводу Будут ли Подэтапы На 14 15 Этапе Я думаю Будет Подбита Статистика Развития На 13 И там Будет Уже Принято Решение Целесообразности Надо ли Делать Подэтапы На 14 15 Потому что Решение Фактически Принимается В Республике Беларусь Минске Наше Главное Предприятие Поэтому Как будет Мы с вами Знаем Итак Друзья Если вопросов Больше нет Да Если Кого-то Может Любопытство Я удовлетворил Не могу Сказать Что там Была Какая-то Новая Информация И так Далее Мы на этой Неделе Постараемся Отработать Один Формат Тоже Следите За новостями Возможно Может Дадим Вам Более Раскрытую Картину Касаемо Развития Нашего Проекта Следите За новостями Заглядывайте Скажем Так В соцсети Заглядывайте На наш сайт В личный кабинет В раздел Новости То есть Я же Вас хочу Поблагодарить За то Что Были Сегодня С нами Кстати Успешного Окончания Зимы Осталось Буквально 3-4 Дня Отличного Начала Весны Ну и Пусть Весна В вашем Сердце В вашей Душе Будет И зимой И осенью И летом И весной Спасибо Вам За внимание До новых встреч До свидания До свидания